Я сегодня вам хочу рассказать про оптимизацию интерфейсов под тач-девайс. Я думаю, здесь, наверное, тач-девайс, смартфон, таблетка, что-то в этом роде есть, наверное, у каждого. Может быть, даже не по одному. Мы все каждый день, ну, может быть, не каждый день, но минимум каждую неделю, наверное, заходим в интернет на телефоне. Все пользуются интернетом на телефоне? Нет. Ну, то есть, я думаю, мы все представляем уровень удобства в пользовании интернетом на телефоне. То есть, постоянно зуминг страниц, пытаться, вот это пытание, впать в маленькие ссылочки, попасть в правильную кнопку и там не зацепить ненужную. Вот текст, телефон это вообще какая-то жопа, можно сказать, совершенно неудобная. И, то есть, почему эти проблемы возникли? То есть, сайты делались раньше по старинке, и с появлением новых технологий это стало совершенно неудобно. То есть, появился совершенно другой уровень проблем. То есть, проблема с появлением девайсов, мобильных девайсов следующая. То есть, например, необходимо стало определить, какой контент пользователь лучше подать. Контент какой-то ограниченный, поменьше для телефона или стандартный. То есть, проблема определения контекста. То есть, пользователь на телефоне может быть где-нибудь on the go, а может быть и дома. А может быть, пользователь сидит, совершенно не на девайсе зашел, и нам на сервере каким-то образом надо определить, что пользователю предоставить. Появились проблемы с новыми способами ввода. То есть, тач, не тач, использование каких-то жестов. Опять же, раньше мы с этим не сталкивались, и проблем таких не было. Также разрываются новые стандарты по, например, доступу к возможностям телефона. То есть, какие-то доступы к адресной книге или к акселерометру. Тем не менее, вот эти все проблемы стали возникать, и пока что они не решены, и мы при использовании интернет на телефоне должны каким-то образом с этим разбираться, то есть, предъявлять какие-то неудобности. Итак, с чем эти неудобности связаны? Все мы знаем, что телефоны, планшеты и прочие девайсы имеют разные размеры, разные пропорции, и вообще веб не фиксированный, а должен адаптироваться. При использовании телефона возникают такие проблемы, что конфликт, когда мало места, и необходимость ввода прямого взаимодействия с экраном неспользованы пальцами. Плюс трудно... Ограниченная интерактивность с телефоном состоит в том, что нет ховер, как на компьютере мы можем мышкой навести какой-то элемент и получить дополнительную информацию. На телефоне мы можем только нажать. Также разнообразие платформ и возможностей браузеров постоянно девелоперы добавляют новых проблем. Если на декстопе это 3-4 браузера, то мобильных браузеров там уже, можно сказать, десятки. И девелоперам этого необходимо как-то учитывать и с этим разбираться. Кроме того, телефоны имеют меньше памяти, процессор послабее, соединение с интернетом тоже очень редко бывает хорошим. Поэтому все эти моменты влияют на экспириенс пользователя. И при создании мобильных сайтов необходимо в эти все моменты принимать его внимание. Согласно исследованиям, больше всего претензий у пользователей мобильных сайтов это к скорости загрузки. Пользователи ожидают получить страницу хотя бы с такой же скоростью, как они ее открывают на декстопе. И часто то, что они получают, это на телефоне просто не работает. Соответственно, проблемы с удобностью использования уже отодвигаются на зрительное место. Таким образом, какие моменты мы можем сделать немножко удобнее, то есть в плане интерфейсных возможностей, чтобы наш сайт был немножко более удобным для пользователя на устройстве. Начнем с самых важных моментов, с текста. Текст это то, зачем тот человек приходит, как правило, на сайт. И чем текст больше, тем лучше. Есть такие экстремальные варианты, как сайт Зельдмана. Здесь текст размера больше 20 пикселей. И это делается специально. Кабачили все люди. Многие предлагают делать текст как минимум 16 пикселей и доказывают, что это немного. В принципе, я согласен. Текст 12 пикселей совершенно нечитабелен. Итак, на самом деле, эта презентация была ориентирована больше на дизайнеров, но я думаю, это будет полезно не только дизайнерам, разработчикам, верстальщикам и программистам тоже. Сначала дизайнер без несистемных шрифтов сделал, потом программистом без дизайнеров. Да, ну то есть... Да, Ладно, мы тут все через новый дизайнер и все через одного, а кто и через одно. На самом деле, то, что делают дизайнеры, очень часто приходится как-то дотопиливать самостоятельно, какие-то решения принимать, потому что дизайнеры не сильно разбираются в том, как это потом будет реализовываться. Итак, оставляйте место для текста. Дизайнеры часто забывают о том, что в реальной жизни экран может быть там уже, две строчки текста, которые они там остали в макете, не могут помнить все, что там должно быть, поэтому надо как-то немножко думать вперед, чтобы текст помещался. Это самое важное, что есть на странице. Двигательные системы шрифтов. Почему? Во-первых, не все браузеры поддерживают, то есть мы не можем быть уверены, что наш шрифт все-таки покажется. Меньше нужно скачивать браузер, то есть наша страница закачается быстрее, и пользователь быстрее увидит то, что он хотел увидеть. И, соответственно, меньше нужно надевать страниц памяти, то есть есть вероятно, что это будет работать, ощущаться быстрее, комфортнее, и пользователь на нашем сайте побудет больше. Текст-картинка зла. Дизайнер не себя понимает это, но на самом деле текст должен быть текстом, картинка должна быть картинкой. Плюс особенно менюшки и вот такие красивости, которые могут быть часто стилизованы дизайнерами. Мы все знаем, что особенно если нам нужно делать респонсив меню, эти картинки будут скидиться, они будут или сжиматься, или может быть нам они вообще не нужны. То есть текст, пускай лучше будет текстом. Так, теперь относительно картинок. Двигайте больших картинок. Ну, то есть это пункт такой, который на самом деле важен не только для телефонов, очень большие картинки могут даже совсем не отобразиться. Например, на iPad картинки больше 2000 пикселей в ширину, например, хотя телефоном что-то поставить, они могут просто не покатываться. Если у вас, вы надеялись, что на такой картинке темный белый текст, и она не показалась, то у вас получается белый текст на белом фоне, и, соответственно, нехорошо. То же самое касается количества картинок. То есть чем меньше скачивается, тем лучше. То есть, конечно, не на каждом сайте это применяемо, но на контентных сайтах, не в промо-сайтах, это очень актуально. Картинки для прийти на дисплеев сейчас очень модная тема. Все стараются решить проблему в том, что на резиновых экранах, на новом MacBook, на iPhone, картинки немного размыты. мы, конечно, можем поставить картинку с плотностью в пиксель в два раза больше, но в тем более, она будет весить в четыре раза больше, и это может быть слишком дорого. Плюс не у каждого пользователя интернет-демет. если я рекомендую не использовать картинки, это не значит, что наша страница должна быть просто черно-белая. Новые возможности CSS могут делать все очень красиво совершенно без картинок. Векторные иконки то же самое, скейтятся идеально, не размываются и весит мало. Это значит, что у кого? Относительно ввода данных формы. Это такие моменты, которые, я думаю, каждый и так понимает. Чем больше input, тем проще в него попасть и тем удобнее пользоваться. Между кнопками не внижайте расстояние. Если кнопки находятся очень близко, то очень просто нажать кнопку не ту и пользователю придется потом, например, возвращаться на прошлую страницу, то есть это перезагрузки, это лишние проблемы. Не жалейте места, лучше сделать надежнее. Не стилизуйте раскрывушки. селекты, я думаю, дизайнеры не все представляют, что это такое селект, но что-то крышка могут представить. стилизация селектов чреваться чем? Подгрузки дополнительных яваскриптов, стилей, проблемы с вводом. Если обыкновенный стандартный селект на девайсе покажет большое меню на весь экран со всеми пунктами, которые удобно скроллить, то вот такие яваскриптовые выкладающие меню на телефоне будет совершенно неудобно. В принципе, это не только на телефоне такая проблема на девайсе, на зэстопе то же самое. Часто вот клавиатуры в таких яваскрипт в подачах меню невозможно. То есть от таких красивых селектов пользы минимально. Тут максимум они выглядят красиво, а недостатков намного больше. Еще такой момент расположения лейблов и инпутов. Если лейбл находится справа, то на телефоне он может быть просто выпасть под input и когда мы поставим фокус в поле вода, сама подпись просто спрячется клавиатурой и возникает вопрос, о чем это поле, что туда вообще нас просит ввести. Так что вы не интерактив, то есть элементы, которые отвечают на какие-то действия пользователя. Итак, разные способы ввода. Что это такое? Телефоны и айпэды не имеют мыши, но могут быть, но могут, не могут, а имеют вот прямой, то есть физически, поэтому когда мы затрагиваемся до экрана. Есть? Есть. Такие хорошие телефоны BlackBerry, в которых одновременно есть и тач-экран, и курсор, и клавиши навигации. То есть возможны всякие разные комбинации и с курсором, без курсора. Не надо всегда надеяться на то, что есть мышь или мыши нет, если это так девайс. Тоже пункт важен для дизайнеров. Для дизайнеров нужно не забывать их нарисовать, интерактивное состояние, то есть нажатая кнопка где-то наведенная. для перстальщиков важно не забыть их за кодей, потому что когда интерфейс другой и не отвечает непонятно, то есть пользователь на кнопку нажал, не нажал, ну то есть такой интерфейс какой-то совершенно кажется неудобным и впечатление не самое лучшее. Еще один пункт модальная диалогия то есть лайтбоксы и всякие их клоны очень популярны на данный момент и уже даже они как-то стандартизируются, чтобы не нужно было создавать кашу из пучи дивов абсолютно поддизайнеров. Так вот их лучше использовать сдержанно, то есть минимально. на телефонах в чем проблемы? Если у нас страница зумится, то наш контент, который подсказывается посередине будет или слишком мал, или когда мы зумим, он весь не будет лазить, то есть совершенно неудобно и что мы можем делать с этой проблемой? Лучше показывать тот контент, который мы хотели показать в лайтбоксе, показывать сразу под той кнопкой, на которую мы нажали, которая вызывает лайтбокс. То есть аккордеонный или какие-то блоки, меню и подачи с кнопками для контекстных действий. И проблема еще одна с фиксированными элементами. То есть это те элементы стандартные байдер, футер или какие-то нишки, которые стоят на месте. на девайсах с ними очень большие проблемы. Они стали более-менее хорошо работать только в последних версиях iOS и Android. До этого и сейчас очень много телефонов, которые имплементируют эту функцию или не полностью, или не имплементируют совсем. То есть особенно на девайсах лучше их не использовать. Ну смотри, если ты говоришь proposition fix, а если использует jQuery mobile, допустим, у него просто есть эмуляция. Ну, там есть эмуляция, но она тоже не идеальна. Он просто в связи с фиксированной высоты там. Да, пересчитывается постоянно, но это выглядит тоже не самым лучшим образом. Не указать после. То есть во многих бразерах даже такая проблема с именно jQuery, картинка, которая находится на экране при скролле, она фишируется каким-то образом. То есть все равно визуальный эффект, то, что там наш фиксированный элемент проскроился, существует. Несмотря на все эти ухищения, все равно это ненадежно и выглядит как-то так не очень красиво. То есть на самом деле всем понятно, что хочется делать как-то удобнее, на заступе оно работает довольно надежно, но лучше сделать немножко проще, но надежнее и будет ощущаться приятнее, потому что веб не может похвастаться такой поддержкой, например, Flash может все один раз написать и все отлично работает, потому что движок один. веб работает на разных платформах, на разных девайсах и ему нужно больше времени, чтобы отполировать определенные моменты, поэтому веб не не надо заставлять делать какие-то штуки, которые нереальны. Лучше, конечно, если мы это научимся, делать это классно, но если на данный момент это работает ненадежно, нужно стоит поднимать дверь. Так, пример менюшек, которое должно открываться не по найдению мышки, а по нажатию. Так, то, что мы видели. Общий вывод по всем этим пунктам такой, что лучше делайте немножко проще, кнопки и интерактивные элементы делайте размером больше и общую архитектуру расположения всех элементов старайте делать гибче, чтобы на разных размерах экранов и на разных платформах можно было какие-то дополнительные манипуляции делать. На этом все. Если есть вопросы, можно ты спрашиваешь ой, горию про Витина картинки? Действительно меня это обожают? там, вообще такое. Нет, не лицейны картинки, а, то есть, очень большие картинки на пангвершке, которые, ну, там, дизайнеры молодцы придумывают огромный фон, например, в Голдпроект, когда показывается карта, иначе карта центрируется, то есть, например, какой-то там Япония показывается, а вся остальная карта должна уходить фоном вверх сайта. И вот такие большие картинки, которые нужно ставить фоном, они просто не показываются, непонятно почему. Если поставить картинку поменьше, то все классно. Техническое ограничение? Да, то есть, например, даже если это ПНГ, которая из одного цвета, она сжимается в очень маленький размер, но на самом деле потом в памяти она будет занимать очень много соответственно своих пиксенных размеров. Так что лучше поскромнее выезд с картинками. Не, ну мне понравилось, когда ВКонтакте перерисовали, я сказал, ну, они же подвести на оптимизирование. А еще вопрос, может у тебя есть из практики, как работать с табличными данными? То есть, ты говорил, например, нельзя там фиксированные хидеры делать или еще что-то, но когда у тебя таблица, у тебя просто нет выхода. Ну, потому что ты где-то все едины таблицы и ты даже не знаешь, как эта колонка называется. Да, с таблицами есть проблема. предлагают разные решения, например, там, кнопочка скрывать менее важной колонки. Вот. Или есть CSS решение, которое таблицу делают такой, линейной и становится более понятно, то есть, совершенно реагирует таблицу. А что значит линейная? Ну, то есть, она из такой превращается в одну длинную колоночку. То есть, данные идут под другую структуру. По-моему, на хабре была интересная данная статья, типа, все подходы отображения таблиц на мобильных девайсах. И там, ну, реально, то есть, либо сохраняются хидеры и футеры, листаешь чисто контент, либо что-то еще, и находишься в голову. О, здорово. Кстати, со скролингом тоже проблемы на устройствах. Оверфлова auto, который, я думаю, те, кто верстал себя сталкивать, такое обыкновенное вроде свойство, которое с недопамятных времен работало нормально, на touch-устройствах оно отказывается работать, и там, необходимо подключать дополнительные библиотеки, которые тоже не работают. То есть, пока еще не так гладко, как хотелось бы, но потихоньку эти складочки разглаживаются, и будем надеяться, что дальше будет больше. Спасибо.